Ремонт стадиона трудовые резервы начнется уже в этом году. Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому регионы страны получат софинансирование на модернизацию футбольных полей. На эти цели из федерального бюджета уже выделено 320 миллионов рублей. Деньги получат 34 региона, в том числе и Кировская область. На какой стадии находится подготовка к ремонту стадиона, расскажет Екатерина Зубарева. Я являюсь официальным охранником здесь. Кого? Юность Вятки. А как ваша фамилия? Абдулхамидов Магомед Бывачевич. Могу показать документы. Покажи. С удовольствием. Покажи, покажи. С такого диалога началось общение директора детско-юношеской спортивной школы номер 5 Евгения Душкина и охранника бывшего стадиона трудовые резервы. А вот кадры за несколько минут до этого. Ну вот что, закрыты. Ворота на стадион всегда закрыты, говорит Евгений Душкин. Поэтому, чтобы попасть на территорию, ему вместе со своим заместителем пришлось проделать нелёгкий путь. Продолжаем аккуратненько спускаться. Так как здесь земля сырая, можно поскользнуться. Не пускать на территорию посторонних – приказ директора пермской компании «Юность Вятки». Ранее её владельцы пытались приватизировать этот участок, ссылаясь на то, что здесь находится спортивный объект. Однако арбитражный суд Кировской области признал, что компания не имеет прав на собственность. Последнее студебное заседание, которое состоялось в прошедшую среду, доказало, что права владения этой территорией у «Юности Вятки» нет. Сейчас стадион представляет собой заросшее травой поле без раздевалок, без освещения и прочих удобств, которыми должны быть оборудованы спортивные объекты. Поэтому тренироваться воспитанником детской спортивной школы здесь некомфортно. Однако, как и рассказала начальник управления по делам молодёжи, физкультуре и спорту Надежда Анисимова, уже сейчас есть проект, согласно которому на этом футбольном поле может появиться искусственное покрытие. Оно, кстати, уже закуплено и находится на складе. У нас разработан проект, он находится на проверке в УКСе. На последнем заседании Кировской городской думы принято решение о выделении финансовых средств на осуществление подготовительных работ. Соответственно, как только проектно-сметная документация будет готова и проверена, мы готовим документы на аукцион, выставляем на торги и определяем подрядчика, кто будет заниматься этим. Также Надежда Анисимова рассказала, основные ремонтные работы на стадионе будут связаны с укреплением ливневого коллектора, так как под стадионом находится ливневая канализация, а она сейчас в полуразрушенном состоянии. Всего в этом году на ремонт стадиона планируют потратить порядка 8 миллионов рублей и ещё около 15 в следующем году.